Республика Карелия Республика Карелия Республика Карелия На сегодняшний день в трех центральных районных больницах открыты ЦАОПы. Это ЦАОП на севере в городе Костомуши, который охватывает три самых северных района и Костомушский городской округ. В центральном районе ЦАОП в городе Сегежа он обслуживает шесть центральных районов республики. И в прошлом году открыт ЦАОП на юге, в Приладожде, который оказывает медицинскую помощь трем районам. Вместе с тем открыты первичные онкологические кабинеты на базе всех остальных центральных районных больниц и пяти поликлиник города Петрозаводска. И в связи с тем, что, как я сказала, очень большая численность населения республики проживает в городе, планируется в перспективе открытия ЦАОПов на базе городских поликлиник города, поскольку технически они уже полностью оснащены. И решаются, скажем так, административные вопросы по открытию этих ЦАОПов. Нормативные документы по телемедицинским консультациям в республике представлены, естественно, приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации 965. В республике действуют два региональных приказа по организации телемедицинских консультаций. Это 469 приказ по применению телемедицинских технологий. И приказ 1023 об использовании телемедицинских технологий в централизованной подсистеме телемедицинских консультаций ГИСМИС. Это бывший промет, который является базовым для медицинских организаций республики. В республиканском онкологическом диспансере есть два действующих приказа. Это приказ 2021 года номер 4 об организации телемедицинского центра. Этим же приказом определен порядок работы телемедицинского центра, его структура. И порядок работы по проведению телемедицинских консультаций с медицинскими организациями республики. И приказ от 2022 года о порядке организации телемедицинских консультаций с федеральными государственными учреждениями. То, что касается организации телемедицинских консультаций с федеральными государственными учреждениями. Мы работаем в трех системах. Это система бывшая промет, ГИСМИС, в которой расположены все электронные медицинские карты пациентов республики. У всех государственных медицинских организаций частично подключаются уже частные медицинские организации. Федеральная телемедицинская система Минздрава, через которую осуществляются федеральные телемедицинские консультации. И есть автоматизированная информационная система, информационное сопровождение застрахованных лиц. Программа территориального фонда обязательного медицинского страхования, благодаря которой мы осуществляем, скажем так, взаимодействие со страховыми медицинскими организациями. В соответствии с приказом Минздрава Республики Карелия, проведение консультации с федеральными медицинскими организациями осуществляют только медицинские организации третьего уровня. В части онкологии это Республиканский онкологический диспансер. По другим профилям это Республиканская больница имени Баранова и Республиканский перинатальный центр. Телемедицинский центр онкологического диспансера, как я уже сказала, создан в 2021 году. Осуществляет он работу по двум профилям. Это работа с федеральными организациями и с республиканскими организациями. Вот по этим двум направлениям на сегодняшний день идет вся деятельность. То, что касается работы с НМИД. На данный момент доступ в систему имеют все лечащие врачи Республиканского онкогиспансера. Они могут как самостоятельно формировать заявку, электронный запрос на телемедицинскую консультацию в системе, так и прибегать к помощи специалистов телемедицинского центра. Специалистами центра также подгружаются к запросу все данные обследования пациентов. На сегодняшний день мы подгружаем результаты СКТ, МРТ, подгружаем гистосканы, цистосканы. Для этого у нас есть все технические возможности. Если поступает в электронном виде на диске, скажем так, информация, то подгружаются и данные обследования выполнены не в наших учреждениях. То есть мы не выполняем ПТКТ, но мы подгружаем его к заявкам на телемедицинскую консультацию, если она выполнена за пределами республики. Подгружаются видео, подгружаются фотоархивы. После получения ответа от Федеральной медицинской организации все файлы с полученными заключениями подгружаются в электронную медицинскую карту пациента, что делает информацию доступной как для врачей, всех врачей онкологического диспансера, не только лечащего врача, но также и для медицинских организаций республики, которые тоже видят эти файлы и тоже могут использовать эту информацию в своей последующей дальнейшей работе. И специфика республики, то, что в течение одного рабочего дня вся информация, полученная по телемедицинской консультации с НИЦ, размещается на информационном ресурсе, вот АИС и ЗЛ, информационное сопровождение застрахованных лиц. То есть туда вносится вся информация о самом застрахованном лице, о его диагнозе, все рекомендации, которые были даны Федеральной медицинской организации, вносятся сроки по исполнению. И таким образом эта информация становится тут же доступна для страховой медицинской организации, которая может осуществлять контроль, экспертизы по выполнению данных рекомендаций, которые были получены в рамках телемедицинских консультаций. В части онкологического диспансера мы очень жестко отслеживаем исполнение полученных рекомендаций, и за прошедшие вот три года страховыми компаниями нарушений в этой части не было выявлено ни разу. На данном слайде отражена динамика числа телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими организациями. Центр, как я уже сказала, был основан в 2021 году. И в 2021 году проводилась большая работа по обучению врачей онкологического диспансера о работе в системе поэтапно. Отрабатывался весь порядок, отрабатывались все психологические барьеры, потому что мы понимаем, что для врача это большая дополнительная работа формировать выписки, формировать запросы. Но вместе с тем постепенно преодолевая вот вопросы информационные в некоторых случаях безграмотности, скажем так, компьютерной, постепенно доктора сами почувствовали результаты, почувствовали вкус в проводимой и выполняемой ими работе, получили большой эффект со стороны, скажем так, большое количество, большое внимание со стороны пациентов к этой работе, поскольку сегодня у нас есть пациенты, по которым телемедицинские консультации проводятся неоднократно, по 5-6 раз за год, потому что благодаря этому им не нужно ездить в федеральные учреждения для контроля. Мы направляем их все результаты контрольных обследований. Естественно, что это, скажем так, определенное отношение пациентов, повышается их отношение к врачу, который избавляет пациента от дальних дорог, затрат времени, финансов на дорогу. И, конечно, доктора тоже почувствовали гарантированное, скажем так, профессиональное второе, иногда даже третье мнение по спорным вопросам, которое снимает их вопросы, их профессиональные сложности уменьшает. Поэтому динамику мы видим, и динамика у нас идет просто очень хорошая. В основном, конечно, запросы на телемедицинские консультации формируются врачами амбулаторно-поликлинического звена. Они на них, скажем так, как на самом пилотной территории, мы отрабатывали этот порядок, и обучить их оказалось достаточно проще. Врачи стационарного звена первый год относились очень настороженно к проводимым телемедицинским консультациям, но на сегодня мы видим, что и они тоже подключились к этой работе, ну, что нас, конечно, не может не радовать. На данном слайде мы видим, что подавляющее большинство телемедицинских консультаций осуществляется в медицинкологии имени Петрова. Практически более 80% запросов на телемедицинские консультации от докторов идут именно на МИЦ-онкологии имени Петрова, что, конечно, говорит в первую очередь о высокой степени доверия к коллегам данного МИЦ. И мне хочется выразить большую благодарность на МИЦ-онкологии имени Петрова, в первую очередь, за очень хорошую организацию выполнения телемедицинских консультаций, за четкое соблюдение сроков, что для наших докторов крайне важно. И только формируя запрос, мы сразу говорим им, когда можно получить ответ. И они настроены, они его очень сильно ждут. И, конечно, большая благодарность за профессиональные заключения, что, конечно, говорит, тоже повышает степень доверия наших коллег к коллегам МИЦ-онкологии имени Петрова. Что касается второго направления, то работа с телемедицинскими консультациями с медицинскими организациями Республики Карелия у нас проводится исключительно в формате «врач-врач», в подавляющем большинстве в виде отложенных консультаций. Онлайн-консультации единичные, буквально по одной-две в году идут. Так они практически все идут в режиме оффлайн. Проводятся они преимущественно в плановой форме. Со сроками в течение пяти рабочих дней от момента поступления запроса осуществляется отложенная консультация. Если консилиум, то до семи рабочих дней. Но с 2022 года у нас пошел рост запросов на неотложные консультации. В 2022 году у нас было их 16. В этом году уже за первый квартал мы имеем 22 запроса на неотложные консультации, на которые мы отвечаем в течение 24 часов. Формируется запрос на телемедицинскую консультацию в промеде в электронной карте пациента. Там же доктора, которые будут отвечать на данный запрос, берут всю необходимую информацию по обследованию данного пациента. И там же формируется протокол телемедицинской консультации или протокол консилиума, который подписывается электронной цифровой подписью ответственного врача-консультанта. После этого телемедицинская консультация считается завершенной. И далее она включается в реестр на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Оплачиваются они у нас по тарифу разовых посещений и, соответственно, контролируются у нас страховыми медицинскими организациями. Динамика отражена на данном слайде по числу телемедицинских консультаций с районами. Основной проблемой здесь, конечно, для нас явился разный уровень компьютерной грамотности в районах. И весь прошлый год мы потратили очень много сил на обучение докторов в районах для того, чтобы преодолеть их, скажем так, консерватизм. Упорное направление пациентов к нам, скажем так, в некоторых случаях, не должным образом обследованных. Пациенты вынуждены ездить туда и обратно. Поэтому постепенно нам, скажем так, удалось сдвинуть эту ситуацию с места. И на сегодня мы видим очень неплохой рост по телемедицинским консультациям с районами. Поэтому и очень надеемся, что нам и дальше удастся продолжить эту работу. Сроки выполнения телемедицинских консультаций онкологическим диспансером для районов республики очень небольшие. Мы стараемся не просто выдерживать 5 дней, мы стараемся дать ответ районам буквально за 1-2 дня. В прошлый год у нас средний срок 2,1 дня. И ни разу не было ни одного случая по превышению сроков, установленных нашим приказом. Структура запросов четко показывает, кто заказывает телемедицинские консультации, и на первом месте у нас два ЦАОПа. Это вот именно районы, самые удаленные районы, межрайонная больница номер один, их ЦАОП, и ЦАОП Северской центральной районной больницы. Но мы видим, что на сегодняшний день технология отработки запроса на телемедицинскую консультацию отработана уже всеми районами, и пусть единичные, но телемедицинские консультации идут практически от всех районов. И мы четко видим положительную динамику, особенно с самыми удаленными районами. Основной запрос, как я уже сказала, основные запросы формируют ЦАОПы, но в то же время, как мы видим, отрабатывают и другие территории. По итогам телемедицинских консультаций в 18% случаев районы получают решение онкологического консилиума, онкологического диспансера, в остальных процентах это телемедицинские консультации. По результатам основной поток, конечно, это наши итоги, скажем так, это рекомендации по дообследованию с последующей повторной консультацией. Мы стараемся донести до наших районов такую идею, как первичный пациент, который первично направляется к нам на телемедицинскую консультацию, на очный прием, он должен быть сначала обследован, и мы рекомендуем районам прислать нам сначала не пациента, а телемедицинскую консультацию, чтобы мы могли посмотреть, как пациент обследован, дать рекомендации, что необходимо еще сделать, как дообследовать данного пациента, с тем, чтобы в последующем он приехал на консультацию один раз, но уже с полными итогами своего обследования. Коррекция лечения, это подтверждение диагноза коррекция лечения, это наиболее актуальные вопросы для ЦАО в Костомукше и города Севежи, и 24% телемедицинских консультаций завершаются именно данным итогом. В 11% случаев через телемедицинскую консультацию решились вопросы по госпитализации пациентов в госрод, то есть оформляются сразу и электронные направления на госпитализацию. Место выделяется, место, время, отделение, то есть и онкологический диспансер уже четко знает, кто когда поступает, и для пациента это, конечно, решение вопроса транспортом, временем и последующими, так сказать, вопросами тактики и ведения пациента. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . .